Привет всем, теперь видео будут выходить и на русском языке тоже. Сегодня разбираем Ableton. Сначала обращусь к англоязычной публике. Это видео для тех, кто никогда не видел эту программу. Либо для тех, кто уже начал в ней разбираться, но еще не совсем все понимает. Я покажу прям вот все, что нужно вам знать, для того, чтобы просто сесть и начать делать свою музыку. Никакой воды, только самые важные элементы начали. Запускаем Ableton. Он представляется нам в таком виде. В этом режиме сейчас работать мы не будем. Это режим более пригодный для лайв-сессий. Мы нажимаем Tab на клавиатуре и переходим вот в такой режим. Play, Stop. Нажимаем пробел. Тоже Play, Stop. Кнопка записи. В центральном окне мы будем создавать наше произведение. Тут мы видим, автоматически создались две MIDI-дорожки и две аудиодорожки. Слева здесь по умолчанию, по-моему, будет написано просто Red, Orange, Yellow. Это можно будет нажатием правой клавиши или Name называть как угодно. Это папки быстрого доступа. Я себе разделил как-то отдельно на инструменты, которые я чаще всего использую. Эквалайзеры, компрессоры, сатурация, дилей и реваберация. Далее у нас идут категории. Встроенный в Ableton. Сегодня я буду использовать только встроенные плагины. Те, которые у вас будут по умолчанию, как только вы установите Ableton Live. Тут отдельно звуки, ударные, инструменты, аудиоэффекты, мидиэффекты и тому подобное. По ним пробежимся чуть позже. Вернемся к нашим дорожкам. Чем отличается миди-дорожка от аудиодорожки? Миди – это просто информация о содержащихся нотах. Мы создаем вот такие клипы с информацией о нотах. Здесь у нас клавиатура фортепиано. И мы располагаем вот эти кирпичики, ноты на нашей временной шкале. Миди-дорожка не несет никакой звуковой информации, пока мы не закинем какой-то инструмент. Это просто информация о нажатых клавишах, о том, как сильно они нажаты, вот их громкость, о том, какая у них длительность. И второй тип дорожек – это аудиодорожка, когда мы видим конкретно волну. Это отдельные сэмплы. Сюда можно закинуть просто трек, что-то с ним там крутить, вертеть и тому подобное. Давайте сразу наглядно приступим что-то создавать. Для начала добавим какой-то инструмент. Будем использовать встроенные. Например, синтезатор WaveTable. Зайдем в категорию Synth Keys. Клавиши синтезаторные. Нажимая на них, мы можем прослушивать, какой это будет звук. Давайте, например, выберем этот. Просто берем и перетаскиваем куда-то вот в область миди-дорожки. Для того, чтобы записать инструмент, мы нажимаем здесь красную кнопочку. Таким образом, Ableton понимает, что мы будем записывать именно сюда, именно этим инструментом. Нам останется только нажать клавишу записи. Шорткат F9. Запоминаем сразу шорткаты, без них никуда. Сейчас я могу играть со своей клавиатуры. Давайте что-то напишем. Здесь у нас кнопка метронома. Мы включаем метроном, который будет ровным кликом отсчитывать нам темп. Темп указывается здесь. По умолчанию вот стояло 120. Давайте пока ставим 120. Можно впечатывать сюда, можно зажать левой кнопкой и крутить вниз вверх. 120. Ставлю локатор вот сюда. Кстати, лайфхак сразу маленький. Я обычно начинаю писать с третьего такта. Не советую писать прямо с первого. Во-первых, до него порой здесь бывает неудобно добраться. Во-вторых, иногда некоторые плагины при экспорте аудио почему-то совершают при пересчете какую-то ошибку. И могут возникать какие-то звуковые артефакты. Поэтому я всегда начинаю с третьего такта. Включаем метроном. Нам нужен прекаунт. Какой-то отчет перед этим, чтобы мы успели приготовиться. Нажимаем вот эту стрелочку. И можно выбрать count in 1 bar. То есть 1 такт. Нажимаем F9. Отчет пошел. Я начинаю. Теперь посмотрим, что мы можем с этим сделать. Два раза нажимаем. Наводим сюда наверх, где название. Вот в эту область. Появляется такая ручка. Нажимаем два раза. И открывается вот такое окно. Оно у вас откроется, скорее всего, вот так вот. Кто-то работает в проекте, у него всегда внизу так открыто. И они переключаются по разным MIDI-файлам. И их просматривают в этом окне. Мне удобнее, когда окно открыто полностью вот так наверх. И клавишей F12 я могу просто включать или выключать MIDI-клипы. Мне так удобнее всего. Выбирайте сами. Видно, что я запоздал. Аккорды запоздали. Такты идут здесь, а они должны быть на начало такта. Как мы можем все это выровнять? Нажимаем Ctrl-A. Выделяются все ноты. Дальше нажимаем Ctrl-Shift-U. Попадаем в меню квантайза. Можем установить настройки. Сейчас нам можно и одну восьмую поставить. Сила применения на 100%. Если нужно более живое ставить исполнение, мы понижаем в процентном соотношении. И выбираем квантование по старту ноты. Нажимаем ОК. У нас выровнялись. Здесь видно, что нота съехала. Можно ее подвинуть. Стрелочками влево-вправо выделенная нота перемещается. Далее. Некоторые ноты перерываются. Может быть, нам это не нужно, а может нужно. В данном случае нажимаем еще раз Ctrl-A и нажимаем клавишу, вот здесь кнопочку, legato. Все ноты выровнялись до следующих нот, то есть нет пустых пространств. Теперь у нас все это звучит ровно с метрономом. Дальше мы хотим, например, это размножить. Как можем это сделать? Мы выделяем MIDI-клип вот здесь сверху. Нажимаем Ctrl-D. Все, он копируется. И сколько угодно можно зажать вот так вот. И он, ну, побежал. Хороший май. Выставим вверху локатор и нажимаем клавишу loop. Теперь это будет играть всегда по кругу. Метраном выключаю. Оно будет играть бесконечно. Поверьте, я думал остановится, но нет. Давайте добавим ударных. Основной инструмент работы с сэмплами в Ableton'е и очень крутой инструмент. Это drum rack. Я захожу в Instruments слева. Вверху будет drum rack. Я беру его и перетаскиваю опять на MIDI-дорожку куда-то в эту область. Вот он появился. Это ячейки, в которые мы можем закидывать сэмплы и ими управлять, играть. Давайте закинем бочку. Зайдем в встроенные в Ableton плагины. Точнее, сэмплы. Сэмплс. Открывается весь список. Поищем какую-нибудь бочку. Например, вот эту. Я просто беру ее и перетягиваю вот сюда на C1. Я могу играть ее с клавиатурой. Вот я ничего не нажимаю. Нажимаю на MIDI-клавиатуре. Но вам тут не видно. Давайте начнем запись. Открываем MIDI-клип. Ctrl-A выделяем все ноты. Это в меню нам не обязательно. Он запомнил эти настройки. Если они нас устраивают, мы просто можем нажать Ctrl-U. Все. Оно сразу автоматически все выровнялось. Добавим теперь еще что-нибудь. Например, clap. Ввожу в поисковой строке clap. Выбраны сэмплы. Сейчас подберем что-нибудь. Например, вот это. Перекидываю его вот сюда. На следующую клавишу. Теперь открываю еще раз MIDI-клип. Можно даже не записывать. В том и суть, что даже не нужна MIDI-клавиатура. Можно просто тыкать мышкой. И они будут появляться. Давайте на каждую вторую долю. Например, вот так. Дальше я хочу использовать какой-то луп. Давайте поищем какой-нибудь луп хэта. Луп хэта? Поищем. У нас получается такой хаусовый вайб. Давайте так и введем. Например, хаус. Хэт. Давайте вот этот возьмем. Перетянем его вот сюда на аудиодорожку. Вот аудио. Просто перетянул. Вот он уже. Возьмем здесь вторую половину. Не хочу первую. Перетаскиваю. И Ctrl-D. Копирую. Аудиодорожки, кстати, мы тоже можем открывать. Нажимаем два раза. Тут мы видим звуковую волну. Список управления параметрами. Основные параметры здесь будут. Это транспонирование. Можем менять питч. Поднимать выше и ниже. По полтонам. Слушаем. Громкость. Самая важная функция это варп. Это подстройка по темпу. У нас темп проекта 120. Кстати, давайте немножко поднимем темп проекта. Мы можем в реальном времени менять темп проекта. И он будет ускоряться. Давайте 123 сделаем. О, так мне больше нравится. Давайте подберем бас к треку. Зайдем в Instruments. Возьмем синтезатор. Например, оператор. Откроем раздел бас. Бас в хаосе. Его и перетащим на миди-дорожку вот сюда. Давайте наиграем бас. Ctrl-A выделяем все ноты. И нажимаем Ctrl-U. Перейдем к эффектам. Как происходит обработка. Возьмем стандартный эквалайзер. EQ-8. Встроенный Ableton. И кидаем его просто вот на эту дорожку. Он появился здесь. Как все устроено в Ableton. В разделе с инструментом мы сразу видим вот так инструмент. И дальше все, что идет за ним. Тут видна такая связка. Это будут эффекты. Которые последовательно накладываются на него. Эквалайзер. Срежем немного низа. Можно его сделать поярче. Давайте добавим ревербератор. Возьмем тоже встроенный. Реверб. Чтобы задать пространство. Вот так полностью у нас будет токоревербератор. Нажимаю S. Солировать. Слушаем отдельно. Токоревербератора. Полностью влево. Слышим звук самого синтезатора. Без обработки. То есть так. Он, можно сказать, не включен. Включаем, выключаем. Вот сюда. На желтую кнопку. А давайте пофиг на встроенный. Давайте покажу вам еще. Вот эквалайзер. Фаб фильтр. Вам в любом случае нужно будет его установить. Потому что это прям супер легкий, супер функциональный эквалайзер. Который используют просто все. Он удобнее, чем встроенный эквалайзер в Ableton. Эквалайзер Ableton тоже классный. Можно нажать два раза на него. Он откроется шире. Я его использую для каких-то более грубых мазков. А для каких-то более филигранных вещей. Это, конечно же, фаб фильтр Pro-Q3. Кинул его на дорожку с хэтом. Я бы приподнял здесь немножко область. Можно отдельно послушать ее, зажав вот здесь вот. Давайте что-то сделаем с басом. Давайте посмотрим у бочки какие частоты. Закинем сюда тоже эквалайзер. Просто чтобы анализировать. Ставлю точку. И я вижу, что вот больше где-то вот 65 Гц. Где-то вот ее с самой низ бьет. Давайте на басу эти 65 Гц. Немножко убавим. Так, я бы тут еще на бас добавил тоже ревера. Давайте добавим какой-нибудь шейкер. Так, прикольно нам подойдет. Давайте прямо обрежем. Ctrl-E. Точнее, в английском Ctrl-I. Кстати, не забывайте, что должна быть именно английская раскладка. Иначе не будут работать никакие горячие клавиши. Что меня дико бесит, конечно, потому что постоянно это русский язык. Давайте размножим просто его много раз. Посмотрим, что будет. Нарушим наше правило, используя только встроенные плагины. Еще раз нарушим. И возьмем Valhalla Room. Выберем яркую комнату Bright Room. Так, полностью обработано ревером, так нет. Давайте вот так оставим. Мы берем компрессор. Компрессор работает с динамическим диапазоном, то есть с громкостью. Нажимаем эту стрелочку. Sidechain, то есть принять откуда-то из другого места. Sidechain, то есть сторонняя цепочка. Воспринять сторонний сигнал. Input нужно задать, вход. Мы выбираем наш Drum Rack. Здесь выбираем бочку нашу. Kick. Получается, я указал вот этот Drum Rack и вот этот вот kick. Считывать его сигнал. Мы видим прыгает сигнал бочки. Опускаем. Threshold, порог. То есть громкость сигнала, в данном случае шейкера, понижается в момент, когда вступает бочка. И здесь это важно. Получаем такой catch. И то же самое давайте сделаем на вот эти хеты. Чтобы не создавать все это по новой, то же самое. Мы просто зажимаем здесь, зажимаем Ctrl и перетаскиваем на хеты. Все, теперь он скопировался вот сюда. И с этим делает то же самое. Что-то не хватает у нас здесь. Скучновато, конечно. Давайте зайдем в инструменты. Тот же самый оператор, где мы брали бас. Закроем эту вкладку. Отпустимся в какой-нибудь Synth Lead. О, прикольно. Уже прям готовая какая-то. Так мы перетаскиваем. Это не аудиосигнал, это MIDI-дорожка. Тут мы можем играть. Давайте посмотрим, что тут. Упаковано все в Ableton's Key Rack. Здесь кнопки есть, мы можем раскрывать. Это подробнее расскажу позже. Неважно, это мы раскрыли. Это все плагины эффектов, которые мы добавляли. Вот они просто тут скрыты. Они вот так раскрываются. У них выведены, привязаны к этим кнопкам, к каждой кнопке привязаны какие-то значения других кнопок, других крутилок. Одна, две, десять, которые потом управляются одной для быстрого доступа. Арпеджиатор, который сам задает секвенцию. Я зажимаю одну ноту, и он играет ее здесь с определенными значениями. О, я так понимаю, здесь два инструмента. Вот они объединены. Объединены два инструмента. У каждого свой арпеджиатор. Давайте попробуем что-нибудь записать. Давайте все выровняем. Ctrl-A, Ctrl-U. По-моему, прикольно. Прикольно вообще. Сразу можно срезать низ, он нам не нужен. Он есть у баса, у бочки. Это будет только лишняя грязь. Просто на скорую руку, бах, срезали. Вот здесь получилась длинная секвенция. Мне не нравится, что она так долго проявляется. Здесь классно. Ритмично по чуть-чуть, а здесь вот много. Третий раз нарушаем правила. И достанем бесплатный плагин, который, в принципе, делает, выполняет ту же функцию, что и сайдчейн компрессора. Тут мы можем сами настроить огибающую. Вот такая будет форма. На одну четвертую. Вот она будет слышно. Слышите, прыгает? Тут мы переходим к еще одному важному пункту автоматизации. Автоматизацией мы автоматизируем параметры определенные, заставляем их меняться. Мы просто нажимаем правой клавишей сюда, нажимаем Show Automation. Аблтон переходит в режим автоматизации. Мы можем поставить теперь точку. Вот он пишет сразу, что он включено. Ставим точку. Вниз выключено. Здесь в данном случае всего два положения. Он и Офф. Нам нужно, чтобы в этом месте просто он включался, а здесь не работал. То есть он здесь будет выключен. Видно, что выключено. Здесь он включится автоматически. Вот сейчас. Все, включился и пошел. И нам нужно повторить здесь то же самое. Мы просто выделяем. И Ctrl D. Так же, как копируются клипы. Но в данном случае будет копироваться только автоматизация. Все, мы ее скопировали. Еще есть приятных мелочей. Можем поменять цвет дорожки, чтобы нам было удобнее. Нажимаем правой клавишей. И вот выбираем палитру цветов. Выбираем какой-нибудь яркий, например. Выбираем Assign Track Color to Clips, чтобы окрасить этим цветом еще и клипы. Вот так вот. Давайте сейчас снимем трек. Откроем мастер-канал. Сюда приходит весь сигнал со всех дорожек. И просто откроем стандартный Ableton лимитер. Лимитер позволяет поднять громкость сигнала, но не превысить определенный потолок. Вот здесь сейчас указан. Силен потолок минус 0,3 дБ. Выше это не пойдет. Можем поднимать громкость. Вот так уже, конечно, перегружено. На скорую руку поднять громкость трека и немножко его скомпрессировать. Прибить все дорожки друг к другу. Склеить тем самым. Уже что-то получилось. Мы практически ничего не делали. Этих знаний было достаточно, чтобы написать вот это, а это уже прикольно. Мне кажется, это сейчас еще добьем. Это будет вообще вот так. Но один я не справлюсь, поэтому, Чили, ты готов? Он готов. И я готов. Готов ли ты? А это вопрос. Но я думаю, что готов. Ничего сложного. Смотри. Реверберация. Больше планчик. Эквализация. Заряжем пейки. Может, давай упопал? Давай попробуем. Больше пространства. Или меньше пространства. Компрессия. Друзья, я пока поиграю в Call of Duty. Задавайте свои вопросы. Что вам интересно? Что не поняли? Что хотите узнать? Впереди куча видосов. Их содержание зависит от вас, кстати. Поэтому в комментариях пишем все, что думаем. Впереди стримы. Поэтому заводите аккаунты на Твиче. Будем встречаться скоро там. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok